На митинге были? Это превышение должностных полномочий. Вы на митинге были, нет? Это четвертый визит сотрудников полиции домой к подмосковному активисту Станиславу Коренюгину с настойчивым предложением поговорить об участии в митингах. Вы препятствуете закрытию моей двери? Нет, я вас... Как вас зовут? Можно ваши документы? Вы отказываете с отдачи каких-либо... Ваши документы? Вы не представились. Видите, я покажу вам документы. Когда Станислава Коренюгина не было дома, полицейские беседовали с его родственниками и соседями. Пугали, говорили, что закроют активиста. Обращение к близким – часть так называемого профилактического учета, нарушителей закона о митингах. 31 января Коренюгина, по его словам, грубо и с применением силы задержали в центре Москвы на акции в поддержку Алексея Навального. Суд назначил активисту 10 суток ареста в центре временного содержания иностранных граждан. Арестованных продержали в автозаке больше 9 часов. Нас погрузили в автобус, и мы поехали собирать задержанных по юго-востоку Москвы. В общей сложности мы провели в этом автобусе, наверное, часов 9-10. То есть на просьбы вывезти нас в туалет, хотя бы когда мы проезжали какие-то другие отделы, не выводили. Часов там в 12, наверное, ночью уже. Мы выехали уже окончательно в этот Сахарова. И дальше стояли до утра там просто в очереди. Арестованных на митингах нередко ставят на профучет в участковых отделах полиции. Как предполагается, для профилактики правонарушений с активистами могут проводить профилактические беседы, наблюдать за их поведением, объявлять официальные предостережения. Для Станислава Коренюгина это не первый подобный случай, рассказывает сам активист. Полицейским он заявил, что не свидетельствовать против себя его конституционное право. Поначалу нормально объяснил, что подписывать ничего не буду, отказываюсь как бы. Потом один из них, наверное, достал телефон, начал записывать. Я говорю, ну все, на этом мы закончим наш разговор. И я думаю, понимания нет, в общем-то, у большинства людей, что это такое. Я думаю, даже у сотрудников полиции нет понимания. А вот то, что они ходят, я думаю, это потому, что они сами не знают, зачем они это делают. То есть у них есть приказ получить объяснение. Я думаю, это часть политики государства по давлению на активистов, на общество в целом. Впрочем, нарушить закон о митингах можно и не выходя из дома. К жителю Москвы, звукорежиссеру Дмитрию Урюпину, пришли участковые и двое в штатском 14 февраля. На этот день сторонники Навального назначили флешмоб с зажжением фонариков «Любовь сильнее страха». Не вдаваясь в подробности, Урюпину предложили проехать в отделение. Тот открывать дверь не стал. Спустя две недели, 2 марта, вторая попытка задержания. В этот раз при выходе из дома. Они, опять же, они не представились, да они не предъявили мне никаких конкретных претензий. Очень пройдемте, пройдемте. Упаковали меня в машину и увезли в полицейский участок. Где первое, что мне показали, действительно, первое, что мне показали, это был вот этот пост. Уже в отделе полиции Дмитрий Урюпин выяснил, что его подозревают в организации незаконного флешмоба с фонариками. В основе обвинения саркастический комментарий Урюпина в одном из блогов. Звукорежиссер рассказывал о том, как его знакомую, не участвовавшую в акциях, задержали 2 февраля вместе с активистами и до утра продержали в полиции. И добавил, цитирую, «Если вы полагаете, что это еще не так плохо, то у меня для вас нет приличных слов. Могу только посоветовать протестовать с помощью фонарика, мигая им послание морзянкой под подушку. Сим победившим». Позже в фейсбуке Урюпин пошутил, что его идею для акции взяли на вооружение. «Это был, естественно, чисто сарказм. Когда через некоторое время, там, я уж не помню, сколько дней, вдруг появляется призыв действительно выходить на улицу с фонариками, я, честно, я просто хохотал. Думаю, ну, ребята, вы действительно меня там читаете. Ну, просто совпадение было удивительное. Я говорю, где вы видите призыв? Я что, призывал на улицу выходить? Я говорю, что, фонарем под подушку уже даже светить нельзя, не то, что на улице. А дальше, собственно, пошли предъявления на тему того, что якобы я клеил листовки». Листовки с призывом зажигать фонарики за Навального якобы распространял человек в таком же свитере, как у Дмитрия Урюпина. Из отдела полиции его в итоге отпустили без протокола, взяв с него обязательства о повторной явке. Иван Воронин, Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.